Здравствуйте! С вами Марина Романюк, мои коллеги расскажут, чем запомнилась уходящая неделя. Смотрите в выпуске. 300 лет российской прокуратуре. Торжественное мероприятие в честь юбилея состоялось в областной филармонии. Природоохранная прокуратура не дремлет. При разборке несанкционированной свалки в Хамбушево найдены нарушения. Хорошие новости. Состояние пострадавших в аварии под скопином пассажиров автобуса становится лучше. 300 лет назад, 12 января 1722 года, в соответствии с именным высочайшим указом Петра I, правительствующему Сенату, о должности генерал-прокурора была учреждена российская прокуратура. В пятничный день, 14 января 2022 года, сотрудники органов прокуратуры нашего региона принимали поздравления в Рязанской областной филармонии. С момента создания ведомства его роль в обществе остается неизменной. Защита законности и прав граждан. Только в минувшем 2021 году органами прокуратуры региона было выявлено более 57 тысяч нарушений законности. По всем фактам предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования. На пути своего становления и развития прокуратуры всегда играла особую роль в судьбе государства. И сегодня на органы прокуратуры возложена ответственность во всех ключевых сферах нашей жизни. От профессионализма каждого из нас, от полностью оперативно реагировать на нарушение закона, зависит судьба граждан и единства страны. На торжественном мероприятии присутствовали представители чиновничьего аппарата. Мы очень ценим то конструктивное взаимодействие с прокуратурой Рязанской области, которое есть в правительстве Рязанской области. Ведь по сути цель нашей деятельности одни. В этот праздничный день мне бы хотелось пожелать вам встречаться меньше с преступниками, теми, кто нарушает законы, и чтобы в вашей обычной жизни было побольше хороших событий и хороших людей. 37 работникам органов прокуратуры региона были присвоены ведомственные награды. Нагрудные знаки «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», а также отличительные знаки имени Югушинского. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». При ликвидации несанкционированной свалки в Хамбушево были допущены нарушения. Об этом сегодня в интервью нашему телеканалу заявила старший помощник прокурора Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры Ирина Артюшатская. Несанкционированный полигон в Хамбушево разобрали по нацпроекту «Экология». И кое-какие манипуляции не ушли от прокурорского надзора. Официально мусорку в Хамбушево закрыли еще 9 с лишним лет назад. Советский районный суд по представлению Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры запретил складировать отходы Уряжского шоссе и обязал ликвидировать несанкционированный полигон до 1 сентября 2013. Но поскольку для проекта рекультивации нужно было время, далее отсрочку продлили до 2020. Это позволило в дальнейшем при реализации национального проекта «Экология» включить данный объект, федеральный проект «Чистая страна», который финансировался из федерального бюджета. И, соответственно, мероприятия были выполнены. Свалку в Хамбушево действительно зачистили. Но тут вот какое дело. При перевозке мусора оттуда на легальный полигон ответчик, по словам Ирины Артюшатской, решил схитрить. Получить оплату за расходы, которых не было, на сумму 104,5 тысячи рублей. Непосредственно была заложена сумма, вот порядка 104 тысячи рублей, там чуть больше. Непосредственно это те расходы, которые исполнитель должен был понести при размещении отходов на санкционированное место размещения отходов. По факту данные расходы не понес. То есть были отходы размещены. То есть документально не подтвердил исполнитель, что фактически израсходовал данную сумму. То есть отходы, по факту, были приняты бесплатно. Это нарушение прокуроры выявили вместе с сотрудниками федерального казначейства. Иск к возврату исполнителю пришлось признать. И 104,5 тысячи рублей были возвращены в федеральный бюджет. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Из Скопина приходят позитивные новости. Там из местной больницы выписали последних пациентов, пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом 2 января. Напомню, в день аварии в приемный покой Скопинского медицинского центра поступило 22 пострадавших. В Скопинском медицинском центре день выписки. На ноги поставили последних пострадавших в новогодней аварии. И только сейчас они решили об этом говорить. Айгуль Шаманова вспоминает, что в первую минуту произошедшего она даже не поняла, что произошло. Был сильный удар, потом крики. В момент аварии в салоне находилось 49 пассажиров. Когда мы сюда поступили в таком состоянии ужасном, здесь и медсестры, и врачи отнеслись очень хорошо. Все это было так организовано. Я очень благодарна этой больнице. Мы ездили к сестре на Новый год. И так как получилось, что решили у маленького 3 января день рождения, и мы решили второго поехать, то есть первого поехать, чтобы второго дома быть. И он хотел пригласить своих друзей. И вот так получилось, что попали в такую ситуацию. Хорошо, конечно, живы остались. Я ехала с Москвы в Астрахань на праздники. Работаю просто в Москве. Это раньше жила в Астрахани. И попала вот в ДТП. Хочу вообще объявить благодарность. Большое спасибо медперсоналу Скопинского ММЦ. Они очень хорошо нас приняли. В столкновении автобуса с опорой моста погибли 5 человек. В том числе водитель. Всех остальных экстренно госпитализировали. По словам главного врача Скопинского ММЦ, несколько бригад врачей собрали в самый короткий промежуток времени. В ДТП попал рейсовый автобус. Там ехало 50 пассажиров. 22 человека пострадавших прошли у нас через приемное отделение. Из них 13 человек было госпитализировано. Из этих 13 трое в тяжелом состоянии. Они были госпитализированы в реанимацию. Все доставлены к нам. Все выжили. Все с той или иной скоростью поправляются. Из Рязанской ОКБ пострадавших, а их трое, пока не отпускают. Все под наблюдением. Впрочем, по словам врачей, выпишут их со дня на день. Одна пациентка, к счастью, завтра выписывается. Это пациентка с тяжелой чипной мозговой травмой. И двое пациентов продолжат лечение в областной клинической больнице. Один из которых по-прежнему находится в отделении реанимации интенсивной терапии. Его состояние стабильное. И одна пациентка в отделении травматологии, которая также идет на поправку. После выписки из больниц пострадавший отправится в Астрахань, где продолжит свою реабилитацию. По словам Айгуль Шамановой, 2 января она теперь будет считать вторым днем рождения. Или новогодним чудом. Хотя ассоциировать с праздником Новый год теперь будет сложнее. Герман Гущин, телекомпания «Город», присодействие телеканала Верда ТВ. Эта неделя удивила рязанцев обилием снежных осадков. Многие новости так или иначе были связаны со снегопадом. Власти активизировали все средства для скорейшей очистки дорог и тротуаров. А жители Рязани и области выдвигали свои идеи касаемо уборки снега. Жители деревни Зарыдки, которая находится в Спасском районе Рязанской области, остались неудовлетворены произведенной очисткой дорог при въезде в населенный пункт. А вот жители деревни Зарыдки не любят, когда им чистят снег. Потому что до деревни все выглядит неплохо. А вот дальше по деревне начинается самое интересное. Вот так мы подгребли и свалили. И дальше подгребли и свалили. И подъехать к дому просто становится невозможно после этой расчистки. Спасибо местной администрации. Вы классно почистили нам снег. Все жители частных домов заранее знают, что путь от дома к дороге при снегопадах им придется очищать самим. Лопатами или снегоуборщиками. Но когда на обочине появляется не мягкий свежевыпавший снег, а заледенелая горка, которую сгребли с проезжей части, это создает сложности для всех. Так издевательски, наполовину чистить снег нельзя, говорят в зарытках. Предложение местных жителей ультимативно. Либо не убирать в деревне зарытки снег вовсе и возложить решение проблемы на плечи местных жителей, либо убирать все качественно, с вывозом за пределы населенного пункта. А такая чистка, по их словам, это только видимость работы. И с этим властям зареченского сельского поселения нужно срочно что-то делать. Иначе без прокуратуры здесь явно не обойтись. А вот до некоторых участков города уборка снега не дошла. Местные жители частного сектора деревни Конищево обратились в нашу редакцию для того, чтобы на их дороге обратили внимание. Как они говорят, из-за снежных заносов дети не ходят в школу. Скорую помощь приходится откапывать своими силами. Автомобили не могут разъехаться, а детские коляски приходится носить в прямом смысле на руках. Сегодня, 12 января 2022 года. Мы в каком веке живем? В любых деревнях все прочищено замечательно. Мы где живем? В заброшенном богом Конищево. Молодая мама пытается проехать с ребенком на коляске по улице в деревне Конищево. Колеса застревают в снегу. Женщина прикладывает большие усилия, чтобы пройти к цели. Как и те жители, которые обратились к нам. Когда ребенок был маленький, я зимой не могла ходить до магазина. Муж работает допоздна. И, соответственно, я была отрезана от внешнего мира, потому что транспорт не ходит, дороги не чищены. Знаете, как мой сосед носит коляску? Вот так, с пятимесячным ребенком. Я это лично сама видела. Каждый божий день, чтобы отнести к бабушке, с дедушкой, внуку, он носит коляску на руках. Не чищена, тротуара нет. В аптеку ходить не могу. У меня нет возможности. Нет сейчас автомобиля. В аптеку пройти в магазин не могу. Я просто отрезана от мира. Соседи, спасибо, помогают. Что-то принесут, хлеб. На заснеженных дорогах с проблемами сталкиваются и водители. Встречные машины разъехаться не могут. Многие автомобили застревают. А еще совсем недавно пешеходы вручную вытаскивали машину скорой помощи, засевшую в снегу. Поселок Канищево – забытый богом район. Живет 3000 жителей. О том, что нет Канищево в дорожной карте, мы с этим уже смирились, что дорог у нас нет. Но когда зимой, уже не первую зиму, не то что проехать, пройти нельзя. Освещения нет, дорог нет. Так нельзя. Это просто издевательство над дорогом. От заснеженной дороги страдают и самые юные жители деревни Канищево. Некоторые из них после каникул до сих пор не попали в школу. В школу мы не ходим, вот уже второй день, потому что мы не можем здесь проехать. Я пыталась, я застряла, меня, слава богу, спас КАМАЗ. И по итогу мы сидим дома. У кого есть автомобили, те вот пытаются, когда позволяет эта дорога. А у кого нет, дети ходят пешком. Мой сосед, вот ребенок, ему 9 лет, он ходит ежедневно вот по этим колдобинам, пытаясь дойти до школы. Нет, значит, разворачиваются, идут домой, обратно. Свет это вообще, я молчу, даже летом ходишь гулять, возвращаешься, все темно, темным-темно, даже страшно идти. Один фонарь на всю улицу, автодорога занесена снегом, бордюра и тротуаров не видно. Каждый день люди прокладывают дороги и тропинки сами, буквально на ощупь. Но в этот раз кто-то из местных вызвал трактор. А еще если вы где-то увидите, вот почищено, это люди с лопатой. Как сами, как можно. Да, да, сами. Или кто-то нашел знакомого там, тротуариста. Какое-то безобразие. Люди живут, так же платят налоги, так же работают. Дети бедные эти, вечно в снегу, в грязи. Вот смотрите, сейчас начнет таять тротуар. Вы видели забор, мимо которого идем? Сверху донизу идешь забрызгой грязи. И тут не водители виноваты. Да, нет сливных этих, вот сливневки или как они называются. Наступает лето, думаем, что все, получше. Вот ливень посильнее прошел, и вот там, где мы вас встретили, да, на том месте, там, значит, по колено, примерно по колено, вот так, там вот воды. И она не стекает. И образуется пробка, не могут никто проехать, потому что вода попадает, свечи заливает, все, машина встает. Между тем, жители деревни Канищево хотят видеть летом работающие ливневки, а зимой очищенные дороги и тротуары. У местных активистов есть некоторые предложения по решению вопросов. Желательно бы здесь вообще закольцевать дорогу. Здесь же есть вот участок детский, до памятника, и от памятника идет деревенская дорога на 10-ю, ну, то есть на больницу, на ОКБ. И хотя бы было одностороннее движение, люди бы ездили, и не было бы этих пробок. И ГАИ с комиссией приезжала, я сама лично с ними ездила, показывала вот эту возможность. Мы как раз этот вопрос поднимали. Они приехали, они все посмотрели, они сказали, что это возможно, но они же не занимаются устройством дорог. Они посмотрели с точки зрения ГАИ, что да, можно устроить такое движение. Пока закольцована только сама деревня Канищево. Здесь уже давно не ездят маршрутки, а вывозом мусора жители занимаются самостоятельно. Причем мы платим, у нас есть платежки, мы платим за вывоз мусора, но площадок нет. Как говорят местные жители, в прошлом году из-за проблем с очисткой улиц они уже обращались в прокуратуру. Сейчас они готовы устроить даже митинг, если техника к ним так и не пробьется. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Пока обильный снегопад для города был главной новостью, самое время ввести свежие резервы. На улице Рязани вышли новые тракторы для уборки снега на тротуарах. Машины могут выполнять несколько функций и способны очистить пешеходные зоны до асфальта. Их размеры позволяют удалять снег и налить, в том числе, в труднодоступных местах. Анна Герцовская побывала на первом запуске. Шесть новых тракторов «Беларусь» 13 января отправились на очистку рязанских тротуаров. Ключи от красных рабочих машинок были вручены трактористам, которые сразу, как говорится, с корабля на бал вышли на маршруты. Не забыв, правда, отметить преимущества новых тракторов перед старыми. Новый отвал у них, то есть он может, по крайней мере, и снег, и если надо будет лед, то переворачиваться с жестким отвалом уже можно будет лед скоблить. То есть это, конечно, плюс. У нас к этим тракторам еще предусмотрен прицеп, который разбрасывает песко-соляную смесь. То есть после того, как песко-соляная смесь работает, там два-три часа проходит, они проходят щетками, разбивают немножко этот лед. Он, когда начинает таять, потом проходит ковшами. То есть, в принципе, при температуре до 10 градусов поверхность тротуаров можно снимать до асфальтового покрытия. Габариты 320-х МТЗ по своей величине идеально подходят для работы на тротуарах, в пешеходных зонах, в районах остановок, парковок и скверов. Это техника, которая нам сегодня необходима именно для уборки тротуаров, пешеходных переходов, остановок. Там, где как раз жители нас всегда достаточно много критикуют за уборку. Поэтому сейчас первый этап того, что мы приобрели эту технику малая, которая будет работать у нас в зимний период именно по расчистке тротуаров, пешеходных переходов, остановок. В зимний период, соответственно, в летний период они будут проводить подметание и покоз травы. То, что у нас непосредственно тоже всегда необходимо в процессе нашей работы. Прямо сейчас эти машины помогут улучшить уборку пешеходных зон на 50%, разгрузив при этом тех, кто работает лопатами. Цель – охватить как можно больше площади. Ну а чтобы новые машины служили дольше и лучше, трактористы следят за каждым винтиком в тракторах. Машины будут проходить предварительную подготовку и регулярное обслуживание. Обкаточку пройти весь проверить, но новая – это есть новая. Хорошие эмоции, положительные. То есть, естественно, хочется работать. Напомним, ранее на улицах города появился новый роторный снегопогрузчик с длинной стрелой. И его уже окрестили «золотыми ручками». За три минуты агрегат наполняет снегом 20-тонную машину. Метели из Рязани пока не уходят, поэтому новая техника появилась, кстати, как никогда. И для центра, и для районов. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Жителям села Кораблино эта зима запомнится не только обильными снегопадами, но и большим количеством сосулек, буквально заполонившими все пространство. Но такой вот зимний сказочный антураж у местных жителей вызывает лишь тревогу. Герман Гущин все разузнал. Вот такие сталактиты свисают сегодня с жилых домов в селе Кораблино Рязанского района. Кое-где массивные сосульки выросли до трех метров. Счищать эти ледяные наросты в сельском ТСЖ, впрочем, пока не спешат, ссылаясь на нехватку рабочих сил. И это пугает местных жителей. Я с магазина тут расшла, у меня сзади упала сосулька. Я просто перепугалась, и дети бегают, и люди ходят. Много раз обращалась к Валей Борисовичу, главе администрации, но никаких мер он не принимает, не решает. Только говорит, да, завтра, завтраками кормит, но никаких мер не решает. Как вот мороз наступил, и вот они так висят, и все больше, больше, больше. Но никаких вопросов не принимает глава администрации и не решает. По правилам благоустройств, сбивать сосульки нужно незамедлительно. Естественно, это полномочия управляющей компанией или ТСЖ. Но вот по мнению главы сельской администрации, те сосульки, которые представляли опасность, убрали еще вчера. Оставшиеся уберут позже. Видимо, пока не доросли. Бюджет ТСЖ минимальный, средств мало. Но представитель ТСЖ договорился сегодня с юрлицом одним, который окажет содействие в уборке сосульок. Ледяные сталактиты в этом сельском поселении угрожающе свисают практически со всех многоквартирных домов. Ледяное царство. Именно так называют односельчане свой микрорайон. Кто-то со смехом, а кто-то с нарастающей паникой. Стать жертвой ледяного безмолвия сегодня вряд ли кому охота. Герман Гущин, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В преддверии Дня российской печати подведены итоги ежегодного областного творческого конкурса «Хрустальный журавль». Рязанские журналисты, режиссеры, телерадиоведущие и другие представители средств массовой информации получили свои заслуженные награды за проделанную в прошлом году работу. Телекомпания «Город» также отметили на конкурсе. Зал торжественных приемов в правительстве Рязанской области заполнен молодыми и опытными представителями средств массовой информации. Все они в томительном ожидании. На творческий конкурс «Хрустальный журавль-2021» было подано свыше тысячи заявок от журналистов области. Более 50 из них стали лауреатами. Я искренне благодарю всех за участие, за труд, за творчество, за талант. Хочу отметить, что в конкурсной комиссии в последнее время все труднее, предъявляет саму лучшую. Конкуренция очень серьезная, особенно в профессиональных номинациях, в уровне работы сам по себе. Очень достойные, как у региональных, так и у районов, СМИ, газет или компаний, авиастанций. Телекомпания «Город» в этот раз получила три награды. Первая из них как раз в профессиональной номинации. Приз за лучшую тематическую программу. Мы поняли, что эта программа нужна не только взрослым, но в принципе многим. И теперь она отмечена на таком высоком уровне. Большое спасибо. «Связь поколений» – новая телевизионная программа, в которой молодежный сленг играючи переводится на взрослый язык. Современные популярные слова и увлечения становятся более понятны старшему поколению. Станислав Кудряшов, автор идеи программы «Связь поколений», рассказал, как появилась идея создания проекта. Вообще на идее программы меня вдохновили мои родители. Мы как-то сидели за столом, обсуждали совершенно обычные вещи для нас с вами. Там лайки, соцсети, какие-то такие вещи. И то, что им непонятно, я объяснял. Я подумал, что возможно, такие же вопросы возникают у людей их же возраста. Я подумал, что стоит сделать такую программу, в которой объяснить это людям. И когда мы стали создавать программу, во-первых, мы сами много для себя что узнали, когда искали темы. Некоторые вопросы мы задавали своим молодым коллегам, например, чем отличаются «Симпл Димпл» и «Попыт». И многие делали круглые глаза и спрашивали, а что это? Получается, что программе «Связь поколений» удалось привлечь не только взрослую и молодую аудиторию, но и внимание профессионального жюри. Еще одной наградой удостоился соавтор программы «Связь поколений» корреспондент телекомпании «Город» Валерий Седов. Он стал победителем в специальной номинации «Городская среда» и «Муниципальные инициативы». Это уже третий «Хрустальный журавль», который получил Валерий за свою профессиональную деятельность. На самом деле, вот эта награда, это награда не одного человека, это награда целой команды. Здесь есть и часть оператора, часть монтажера, часть журналиста, часть редактора, который очень жестко порой может переписать какую-то часть текста. Но, тем не менее, все это – это совместная награда группы людей. Валерий говорит, что каждый сюжет, в который журналист вкладывает душу, может стать призовым на этом творческом конкурсе. В этот раз жюри оценили его работы, рассказывающие об инициативных горожанах, которые благоустраивают территории в нашем городе. Еще одной награды конкурса «Хрустальный журавль» удостоилась корреспондент телекомпании «Город» Анна Герцовская. Она получила приз в специальной номинации «Папа, мама, я» за сюжет, открывающий двери в дом ребенка. В нем рассказывается об успешной реабилитации деток, которые находятся в доме ребенка. Еще множество других наград получили различные рязанские и областные СМИ. Ну а главный приз конкурса «Гран-при» в этот раз получил совместный проект издательства «Пресса» и газеты «Комсомольская правда» и их фильм «Дорога домой». Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Управление Росгвардии региона подвело итоги взаимодействия со средствами массовой информации. За прошедший год наградили представителей журналистского сообщества, которые активно освещали деятельность ведомства. Среди таковых есть и представители нашей телекомпании. Накануне Дня печати подведение итогов взаимодействия со СМИ от Управления Росгвардии уже стало традицией. Завтра, буквально 13 января, в России будет отмечаться ваш профессиональный праздник – День печати. Поэтому от всего коллектива хочу поздравить вас всех, кто трудится в различных направлениях, средств массовой информации. Спасибо за качественные, объективные материалы о нашей деятельности. Росгвардия – ведомство открытое к сотрудничеству со средствами массовой информации. Широкое освещение получают учения, операции, осуществляемые сотрудниками. Мы очень долгое время, на протяжении всего года взаимодействовали с Росгвардией, снимали сюжеты и были как и на стрельбах, как и учебное взятие корабля. Мы все это снимали, освещали, очень надеялись, очень хотелось осветить все это правильно, грамотно, показать, какие ребята специалисты, какие они профессионалы. И вот она заслуга, что мы молодцы, сделали все правильно и хорошо. Это очень здорово. Мероприятия, проводимые Росгвардией, регулярно освещаются в эфире нашего телеканала. Благодарность за тесное взаимодействие получили корреспонденты Марина Романюк и Валерий Седов. На этом у меня все. Больше новостей на сайте телекомпании и в социальных сетях. Я же прощаюсь с вами. Всего доброго.